В России зафиксирован рекордный рост сборов акцизов, в том числе на крепкий алкоголь, плюс 27,5%. Об этом Дмитрию Медведеву доложил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Премьер отметил, что такая динамика связана с отрегулированной системой учета и контроля. Говорили и о первых результатах принятого летом закона о налогообложении электронных услуг. С 1 января вступил в действие закон о налогообложении электронных услуг, который оказывают иностранные, в том числе, компании, связанные с поставкой контента, любого контента, игр, соответствующих электронных услуг на территории Российской Федерации. На сегодняшний день на соответствующий учет поставленной компании Google, Apple, Microsoft, Samsung Electronics, Chelsea, Netflix и порядка 39 компаний подали заявление. Речь идет о том, что теперь со всех электронных услуг, которые будут оказаны россиянам на нашей территории, эти компании платили налог на добавленную стоимость. Это зеркально отображает то, что делается в мире. Проще говоря, они такого рода налоги платят и в других странах, и было несправедливо, что эти налоги взимаются у нас. Мы сделали это в виде электронного сервиса. Можно в онлайне проверить, оттестировать, нужно ли вашей компании подавать соответствующие заявления и специальную декларацию для оплата налога на добавленную стоимость электронных услуг, если вы оказываете. Нужно обязательно продолжить эту работу с тем, чтобы такого рода услуги со стороны нашей налоговой службы стали абсолютно обычным делом, были бы удобны для подавляющего большинства населения нашей страны, ну и, конечно, для компаний, которые тоже могут использовать такого рода сервисы. В Пензе без тепла остаются около 50...